всем привет приветствую вас на своем канале приготовил блин сегодня я буду готовить тортик с малиной сначала приготовлю бисквит потом все остальное давайте посмотрим как я это все сделаю конечно же все что понадобится для бисквита и вообще для тортика будет стоять ниже в описании я начну сначала смешиваю яйца с сахаром потом добавляю в воду с маслом теперь я беру муку и разрыхлитель и разрыхлитель сразу добавляю в муку и перемешиваю его здесь внутри теперь беру ситечко и муку просеиваю не все сразу а сначала одну часть когда муку размешали добавляем сюда какао его тоже конечно нужно просеять затем берем форму форма у меня 26 сантиметров это разъемная форма маслом она уже смазана здесь пергаментная бумага и выливаем тесто теперь уже формочку равномерно все распределяем по форме и ставим в подогретую духовку на 180 градусов с вентилятором где-то минут на 20 надо посматривать ну а пока бисквит печется я сделаю начинку для этого торта что нужно для начинки тоже будет стоять ниже этого видео мы взяли замороженную малину на видно что она еще замороженная разогреваем ее в кастрюле ну как только малина растаяла я добавляю сюда сахар и добавляю ванильный сахар и даем покипятиться где-то минут 45 теперь я взял вишневый сок чуть-чуть отолью его тарелочку и могу уже тоже в кастрюлю остаток добавить чтобы это все там варилась добавляем сюда сейчас пудинг в общем прошло где-то минуты 4 и мы теперь добавляем пудинг размешанный с соком быстренько перемешиваем ну и нужно дать естественно закипеть ну и все когда минутку примерно начинка покипела мы ее снимаем с плиты начинка готова и даем ей остыть теперь мне нужно приготовить крем который будет в тортике внутри я для этого взял 230 миллилитров молока и вот такой вот пудинг крем который не нужно варить но стоит то что якобы добавил размешал одну минутку и все будет готово вот хочу проверить на самом деле это так или нет посмотреть написано что одну минутку якобы вот так вот забиваешь и он должен превратиться кремом ну да по нему уже чувствуется что он действительно превращается кремом да и по нему видно реально хорошая тема теперь мы достали бисквит поместили его опять форму положил я бумагу чтобы ну потому что нам сейчас сюда нужно помещать крем и вот помещаем крем сюда также равномерно его распределяем вот так у меня теперь полуторт уже готов теперь я после того как крем равномерно распределил как получилось отправляю его в холодильник примерно на часа на два в общем наступил уже второй день у меня но минимум два часа у вас тортик постоял холодильнике и теперь мне нужно начинку нанести на тортик мне ее пришлось немножко разогреть так как время прошло долго и сейчас я его помешу помещу вот прям вот сюда вот теперь равномерно это надо конечно же распределить и опять же мы потом направим это в холодильник пока масло сверху не застынет тоже думаю где-то часа но полтора-два надо минимум на это в общем что теперь осталось мне это взбить сливки я их уже взбил потому что у меня два тортика два тортика на заказ это то что пойдет именно тортик который сейчас я делаю на равномерно распределяю все когда равномерно все распределили опять отправляем в холодильник пока крем не возьмется так пока он чуть чуть не подстынет